Уважаемые избиратели, наступает время делать выбор. Выбор должен быть только осознанным. Граждан Молдовы так часто обманывали красивыми обещаниями и громкими лозунгами, что сегодня необходим спокойный, трезвый анализ. Осознанный выбор всегда основан на сравнении. Большинство из партий, участвующих в выборах, в разное время управляли нашей страной, а некоторые пока управляют ею и ныне. Так что сравнивать просто. Существуют объективные цифры, которые убедительно доказывают, что в период правления партии коммунистов экономика развивалась более интенсивно и качественно. Жизнь людей постоянно улучшалась, но внешний долг не увеличивался. В Молдову поступали иностранные инвестиции на сотни миллионов долларов. Росла деловая активность. Наконец, главное, динамика доходов населения в годы, когда Молдова управляла ПКРМ, почти в четыре раза больше, чем последние четыре года. Эта цифра говорит сама за себя. Сегодня, после всего, что нынешняя власть сделала с Молдовой, совершенно понятно, как нельзя управлять страной, как нельзя себя вести во власти. Суть предвыборной платформы коммунистов после пяти лет разрухи и деградации вернуть людям социальную надежду, гражданское достоинство, а Молдове – заслуженную историческую перспективу. Но приступать к достижению столь амбициозных целей невозможно, не решив целого ряда горящих проблем. Нельзя говорить о стратегии борьбы с коррупцией, не избавившись от главных коррупционеров. Говоря о перспективных стратегиях социального развития, мы не должны забывать, что сегодня есть проблемы, связанные с личной безопасностью граждан. Так что в самом начале пожаротушения. А у нас, у нашей партии, в этом смысле огромный и позитивный опыт. Поэтому мы и заявляем в нашей предвыборной платформе, что задачей номер один для нас станет очистка улиц от бандитов, грабителей и насильников, а правительственных кабинетов от воров, взяточников и коррупционеров с олигархами. Для этого достаточно проявить политическую волю, которая была проявлена Владимиром Ворониным в 2001 году, когда Молдова вдруг стала первой страной на постсоветском пространстве, в которой официально не осталось ни одного вора в законе, ни одного криминального авторитета. Мы должны вернуться к наступательной политике социальных инвестиций. Мы исходим из того, что социальная сфера зарплаты, пенсии, стипендии, пособия, расходы на образование и здравоохранение должны являться объектом постоянных финансовых вливаний со стороны государства. Школы, детсады, больницы, закрытые нынешним режимом, будут открыты. Зарплаты, пенсии, пособия будут разморожены и начнут динамично расти. Возобновятся все молодежные программы. У ПКРМ есть этот опыт, и ничто не может помешать вновь применить его на практике. И поэтому мы сегодня смело фиксируем в проекте нашей платформы такие показатели, как размер средней зарплаты, превышающий прожиточный минимум в 4 раза, и размер средней пенсии, превышающий прожиточный минимум вдвое. Индексация пенсий будет происходить дважды в год. Молдове нужны инвестиции, Молдове нужно развитие регионов, чтобы остановить отток трудоспособного населения за рубеж. У партии коммунистов есть и этот опыт. Мы намерены ввести в экономическую практику те меры, которые в свое время дали столь успешные результаты. Избавить бизнес от олигархических крыш, вернуть нулевую ставку на прибыль, объявить налоговую амнистию за весь этот пятилетний период. Специальная региональная налоговая политика должна привлечь инвестиции в районы страны. Мы пересмотрим колониальный договор об ассоциации с ЕС и проведем референдум о вступлении в таможенный союз. Референдум необходим, чтобы обезопасить выбор молдавского общества. 30 ноября нам предстоят важнейшие выборы. Но выбор не сложен. Это выбор между деградацией и развитием, между нищетой и благополучием, между враждой и гражданским миром, между статусом колонии или провинции и независимым государством. Не ошибитесь. Не дайте себя ввести в заблуждение. Голосуйте за ПКРМ. Голосуйте за ПКРМ.